Вчера на канале вышло вводное видео по самому гриндовому ивенту Destiny 2 Солнцестоянию героев В нем я рассказал основные правила, механики ивента и дал пару советов по прокачке Я еще спросил, нужен ли сборник советов, в котором я поэтапно поделюсь комментариями по прокачке брони на каждый класс Многие ответили, что да, это было бы им интересно и полезно Что ж, я люблю делать вам интересно и полезно, так что вот ролик Приятного просмотра и простого фарма Сейчас я поэтапно разберу каждый фрагмент брони на примере Охотника Но для других классов также будут поправки, например, по типам урона или локациям заданий Также расскажу в конце видео, почему не стоит начинать качать Титана первым, если это ваш основной персонаж Итак, ты получил синий комплект брони Теперь давай вместе разберемся, как его быстрее всего качать Первое, что тебе нужно запомнить, это то, что все задания стоит выполнять в очередности от сложного к простому Нужно сфокусироваться на тех заданиях, которые имеют конкретную привязку к тому или иному режиму Например, сыграть энное количество матчей Гамбита Ведь пока ты играешь эти матчи, ты параллельно можешь выполнять пассивные задания на убийство каких-нибудь противников Кроме того, как я уже говорил в предыдущем видео Круче всего будет, если ты будешь делать всю прокачку любого сета брони в компании из трех игроков того же класса, что и ты сам Самым сложным для большинства игроков станут этапы, требующие сыгранных матчей в Гарниле или Гамбите Вот с них и начинаем На Охотнике есть три задания, которые ты можешь сделать одновременно в этом режиме На перчатках, сапогах и на плаще На ногах убить 25 стражей, на руках собрать 100 солнечных сфер, на плаще сыграть 5 матчей Летим в Гамбит Тут можно и 25 стражей настрелять, и солнечные сферы собирать куда проще Для этого вы должны использовать солнечный подкласс и солнечное оружие Например, солнечный выстрел, мой любимый Не забывайте, что в Гамбит Прайм и плейлисте выживания Гарнила не создаются элементальные сферы А значит они нам не подходят на этом этапе Если этап с солнечными сферами вы выполните раньше, чем оставшиеся два То переключайтесь с Гамбита на Гарнила и доделывайте убийство стражей быстрее Для Варлока тут все будет идентично, только вот 100 сфер будут электрическими, ну а для Титана пустотными Дальше летим в плейлист налетов Для Охотника это задание на перчатках и плаще Нужно завершить 5 налетов и собрать 100 электрических сфер Выбираете электрический подкласс и оружие и просто проходите плейлист налетов Тут никаких хитростей Для Варлока и Титана сферы должны быть солнечными Затем переходим к патрульным миссиям Задание на ногах и плаще Нужно завершить 5 публичных мероприятий на Нессе и 5 приключений 5 публичных мероприятий лучше делать в соло, поскольку когда вы высадитесь на локации и завершите одно открытое публичное мероприятие, а затем быстро повторно высаживаетесь на эту же территорию, то есть шанс успеть на второе такое же мероприятие Для 5 переключений ситуация чуть запутанней Горячая точка недели всегда имеет обновляемые приключения, на этой неделе это Меркурий, хотя мне на стриме многие жаловались, что приключения у них пропадают Проверяйте ассортимент вендора или ждите повторного появления приключений на карте Альтернативным способом, если вы делаете броню не в соло, будет найти другого игрока или проверить другого своего персонажа, у которого не закрыты приключения на какой-нибудь из планет Пускай этот персонаж запускает это приключение, а вы цепляетесь на него своим персом в сете ивента, затем он меняет персонажа на своего в сете ивента и вы вместе уже завершаете приключения После этого отправляемся в европейскую воздушную зону На нагруднике есть два задания, которые выполняются прям идеально одновременно Для первого нам нужно уничтожить 50 противников, используя солнечный подкласс, а для второго просто 50 противников Но даже с учетом быстрого прохождения этих двух заданий, вам нужно будет пробежать арену несколько раз, чтобы накопить 10 свертков солнцестояния Нужно открыть их для выполнения задания на перчатках Пока вы фармите европейскую воздушную зону, обращайте внимание на прогресс к пассивным заданиям Убивайте врагов в голову для задания на шлеме, доделывайте 100 убийств падших Чаще ультите для задания на ботинках убить 50 противников с помощью супера и собирайте все элементальные сферы В этом вам помогут кристаллы, которые спаунятся на этой локации в случайном порядке Если натыкаетесь на такой, ломайте и получайте от 7 до 10 халявных сфер Для варлока все будет так же, только 50 убийств нужно делать в подклассе пустоты И раса для убийства должна быть кабал Ну а для титана электрический подкласс, а раса, которая титанов должна интересовать, это улей Если вы все сделали правильно, то процесс завершения всех заданий на синей броне у вас займет порядка 3-4 часов После этого возвращайтесь в город и обновляйте ваш набор брони у статуи И прежде чем мы перейдем к следующим заданиям, небольшая рекламная пауза для спонсора этого видео Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты и легендарки и триумфы очень хочется Советую хороший сайт dwing.net На сайте появились новые сеты солнцестояния, печать 2020, испытания Осириса и многое другое Новинок много, цены снизились, самое время доделать все, что хотел, успеть до нового аддона Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты Все можешь проверить сам, а по коду TripleVipe действует 15% скидка на все услуги Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ На королевском сете принцип последовательности сохраняется, от сложного к простому Задание на сапогах, 10 матчей гамбита и 100 убийств, стражей с помощью пустотного оружия Набить быстрее в гарниле, а не в гамбите, само собой Самым популярным оружием сейчас является гнетущий голод, так что убийство с него будет делать проще всего А вот 10 матчей гамбита быстрее делать на этот раз в прайме Но тогда у вас чуть затянется другой этап с созданием элементальных сфер Так что возможно вы захотите пройти этап с гамбитом, на этот раз наоборот в последнюю очередь У Варлока 100 стражей нужно будет убивать из солнечного оружия, а у Титана из электрического Для заданий делающихся в налетах есть одна хитрость Собирайте команду из трех игроков вашего же класса И перезапускайте плейлист налетов до тех пор, пока вам не попадется налет оскверненная в городе грез Попав туда, не идите по заданию, а отправляйтесь на локацию с ареной слепой колодец Предварительно убедитесь, что у вас куплены заряды света для запуска этой активности Их можно купить у Петры Тут вы сможете за короткий промежуток времени выполнить сразу несколько пунктов Снова объясняю на примере, как на охотнике делал На перчатках собрать 300 электрических сфер Для этого я использовал оружие вроде анализатора рисков, тройственного гуля или владыки грома Одновременно с этим вы можете выполнить большую часть или все задания на шлеме, которое просит сделать 300 убийств из электрического оружия На сапогах сделать 600 убийств, используя подкласс, совпадающий с дневным уроном Какой тип урона сегодня вы можете проверять у себя в инвентаре вот по этой иконке Также на сапогах, тут по ходу вашей игры должно завершиться задание на 100 убийств с помощью ваших способностей Таким образом, в слепом колодце, запущенном через налет, вы выполните сразу 4 задания Плюс к этому, хорошо продвинетесь по прогрессу в двух самых долгих пунктах 2000 элементальных убийств и 1000 собранных элементальных орбов, совпадающих с вашим подклассом Что же касается отличий на других классах, то варлоки должны будут собрать 300 солнечных сфер Сделать 300 убийств из пустотного оружия, тут паук-отшельник в помощь Ну а титаны собирают 300 пустотных сфер и делают 300 убийств из солнечного оружия, например, из солнечного выстрела После этого, охотники отправляются на ЕМЗ, варлоки на Титан, титаны на Ио И все ищут открытые публичные мероприятия Их нужно завершить аж 10, в этот раз вам нужно активировать их героик-версию Что может быть сложно, поскольку некоторые проходящие мимо дурачки могут все испортить Пока вы делаете это задание, проверяйте локацию на наличие патрульных маячков с миссиями Их выполнение требуется для задания на плаще, если вы охотник Быстрее всего те, что на убийство и на сбор материалов Берите миссию, и пока вы выполняете задание публичного мероприятия, параллельно выполняете патруль Кстати, если делаете патруль на сбор материалов не в одиночку То нужные материалы будут падать и за ваше убийство, и за убийство напарника Так что тут тоже куда быстрее все делать в команде После, вне зависимости от класса, летим на Европейскую воздушную зону И убиваем там 200 противников, собирая попутно 200 элементальных арбов Для выполнения оставшихся заданий, например, убийства 20 боссов Отправляйтесь в любой затерянный сектор и фармите его Но вообще этот пункт выполняется сам по себе после фарма колодца, публичных мероприятий и налетов Для заданий убить 300 кабал на перчатках охотника, 300 бойцов улья на сапогах варлока и 300 падших на нагруднике титана Обращайте внимание, что ваш подкласс должен совпадать с дневным уроном Все так же по иконке в инвентаре Проще всего убивать кабал либо на левиафане, либо пробегая затерянный сектор каменоломня на ЕМЗ 2000 элементальных убийств я выполнял по сейву на шурачи на рейде последнее желание Вводите код на четвертое желание, переноситесь на локацию и в соло формите убийства мелких противников Из владыки грома, анализатора рисков, солнечного выстрела и ульты Тут же выполняйте задание на убийство пустотной граната охотника или на 100 убийств рукопашной атакой титана Охотником связывайте врагов ультой в верхней ветке и кидайте гранату Это самый быстрый способ И да, напугавший всех варлоков этап на повязке 150 убийств стражей с помощью арк способностей оказался уткой Убийства засчитываются в любой активности Отлично для этого подойдет тот же фарм мобов на шурачи с верхней веткой буревестника и экзоте корона бурь После этого вы можете вернуться в башню и превратить свой сет в роскошный Задание на нем уже просто на выполнение разовых активностей без фарма и они одинаковы на все классы Кроме всего перечисленного, после получения на одном из ваших персонажей роскошного комплекта брони Прогресс его получения для других классов заметно ускорится с множителем x2 на второго персонажа и множителем x3 для третьего Это поможет вам сократить время прокачки всех трех сетов значительно Однако титаны столкнулись с проблемой После получения первого сета бонус множителя не активируется из-за бага Так что если вы титан мейн, начните качать сеты с варлока и охотника Чтобы ваш любимчик расправился совсем быстрее этих неудачников На этом пока совет и все Спасибо что досмотрели ролик до конца Завтра кстати вас ждет небольшой ролик сюрприз Так что подпишись на канал чтобы не пропустить Тем более мы тут маршем к 100 тысячам идем Ну а если остались вопросы по ивенту Лови меня на стриме и задавай Удачного фарма и до связи